Ожидаемый аншлаг собрала творческая встреча с известным режиссёром Андреем Звягинцевым. О чём спрашивали мэтра и каковы его ближайшие планы, расскажет Вероника Лебедева. Такого огромного количества желающих встретиться с известным режиссёром в малом не ожидали. Новгородцы стали собираться задолго до назначенного времени. В фойе театра люди разных возрастов и профессий. Киноленты Елена, Левиафан, Нелюбовь покорили многих. Решила прийти, потому что интересно творчество этого человека. Фильмы прекрасные, заставляют задуматься о жизни, об отношениях. Ну, задать вопрос, наверное, не решусь. А какой фильм наибольшее впечатление произвёл? Ну, наверное, последний, Нелюбовь. Всё, что он делает, это интересно. То есть, нравится, не нравится, а посмотреть интересно. И задуматься. На встречу Андрей Звягинцев прилетел из Англии. 14 октября фильм «Нелюбовь» получил гран-при Лондонского международного кинофестиваля. А уже 15-го режиссёр был готов отвечать на вопросы новгородцев. Первый, кстати, касался матов кино. Ведь работы Звягинцева доходят до массового зрителя в урезанном виде. По закону, киноленту с бранными словами попросту нельзя показывать. Это обидно, отметил Звягинцев. Нецензурных слов в его фильмах не так много. И все они создают особый эмоциональный фон. По мнению режиссёра, чтобы вернуть мат во взрослое кино, нужна программная инициатива. Самое удивительное, вы знаете, например, на Спартак-арене в Москве огромный зал, гигантский внутренний арен. Выступает группа Ленинград в полном своём формате. В ВИП-зоне сидят те самые депутаты, отплясывают песни, помогая исполнителю, значит. И ничего, кстати, вот ничего. То есть в публичном пространстве, на концертной площадке, каким-то образом, это позволительно. Я не знаю, как это работает. В кино совершенно невозможно. Также зрители спрашивали режиссёра о вере, совести, смысле жизни, патриотизме. Все эти темы Андрей Звягинцев поднимает в своих картинах. И, конечно, был не прочь пофилософствовать с новгородцами. Впрочем, задавались и практические вопросы. Пользуясь таким редким случаем, сам просто снимаю клипы музыкальные, сейчас короткий метод. Хочу вас немножко поучиться просто. У меня буквально пара вопросов. Первый вопрос – это, как вы работаете на площадке с детьми? Андрей Звягинцев ответил, что актёров подбирает долго, тем более детей. В кастинге на роль 12-летнего Алёши в фильме «Нелюбовь» участвовали более 200 подростков. А Матвей Новиков, который в итоге играл мальчика, не знал, о чём фильм. Режиссёр лишь попросил его представить состояние, что ему совершенно невыносимо жить с родителями. Мы даже усвоили с ним. Он стоит в этой мальчике в углу, камера смотрит на Марьяна. Марьяна в туалетной комнате. И он так готов. И мы его в комнате, Марьяна, начали, она смотрит, ему в руки, выходит, мы разворачиваемся. И вот тут повезло нам, не повезло, это сложилось или нет. И вот так 8 или 9 дублей. Встреча с Андреем Звягинцевым длилась несколько часов. Напоследок режиссёр поделился, что о новых проектах пока не думает. Но всё же признался, что мечтает снять две исторические картины. О Древней Руси и о Великой Отечественной войне. Вероника Лебедева, Олег Фёдоров. Новости. Новгородское областное телевидение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...